М4 и сразу же в пробочку встали. Так что она показывает, что уходи направо, типа объедешь пробку. Ну, сейчас попробуем. Так, поворачиваем. Ну да, там пробка доброличная, да. Давайте объедем по пригороду. Блин, а. Лево снова, чтобы на М4 выйти. Сейчас посмотрим, как здесь будет. Грумный флаг СССР получается. Так, и выезжаем на М4. Ну да, типа что-то объехали. Начались обочечники ездить. На 13 минут пока за 2 километра пробка. Это прям в начале выезда из Краснодара в сторону Распробова. Пробки из-за светофоров. Здесь по бокам частный сектор, я так понимаю. И какие-то еще производства. Соответственно, светофоры с пешеходными переходами. За них стоим. Мика тут 150 рублей, ребят, стоит дешевле, чем на курорте. Вроде разогнались. До Ростова. 260 километров, но мы раньше свернем до платной дороги. Динская, Пластуновская. По-моему. Ну, короче, увидим, куда пойдем. Яндекс-машют построил. Капец. Тут уже началась здравая М4. Много полос. 90 ограничения. Там 37 по прямой, опять же. Километров. Ну, вот этот, короче, чуть-чуть, я не знаю, кто там, женщина, что-то взорвемная. Похоже, педаль, педаль перепутала. Перепутали. Там газ нажали вместо тормоза. Ну, что видишь, потом на встречку велись. Или он испугался того, кто на встречке ему сигналил. Потом увидел, что в этого летит. И испугался, руль вывернул на встречку. Ну, это капец. Мог всех собрать. По идее. И в Краснодара тоже ведь сеточка есть. Ограждение, забор от животных. Чтобы на дорогу не выбегали. Так, ремонт. Ремонт на 1307 километре. Ну, тут заранее обозначают на экранах, когда ремонт будет удобно. Сторонный крест. В общем, поворачивать будем, да, на Кореновск, где делают мороженки. Да, мороженки не ездят. Ты мороженку сразу хотел? Ну, я могу остановиться. Какой-то шутил. Пошутил? Да. Хочешь ты мороженку. Позже, это не шутки. Через реку Ставок. Тут камера на полтинник, на 50. Моги собрать дистанцию скоростной режим. Моги с 21 градус температуры. Вот тут камера. Уланская ярмарка. Смотрю, она наполнена полностью. Там интересная, но непонятная растет. Не можем определить. Картина козли сеет, не пропускает их. Что-то такое. Приводная ярмарка. Клубника есть. Блин, ну ты хочешь ее или нет? Я-то объел свою. Вчера какая-то вкусная. На. Езжаем к Ореновске. Я думал, через него потянет. Нет. Через него. Тут мороженки делают где-то. Вкусное, вкусное производство. Карин, на все. Пычок. Сад грязный. Сад, ну красивый замок. Классно. Типа яйца вон. Вы же мороженка. Дороги на мороженку. Коровка из Кариновки. Вот кто это мороженка кушает. Вот отсюда она. Она вкусная реально. Напоминаю, сегодня у нас 10 июня 2023 года. 5 километров до сародки с М4. До платника, как говорится. Качество покрытия отличное. Дорога хорошая. Трафика мало сейчас. В общем, все классно. М4, пока-пока. В принципе, хорошая трасса. Буду устроена. И ночевали мы на ней уже не раз с тобой. На Жираску и на Тихо-Рецк. Поворачиваем. Собственно, поворачиваем на ту дорогу, которую мы ехали в том году. Суды. Просто многим интересно тоже комментарий. Пописали, как дорога через Котельниково. Ну вот, собственно, и покажу. Надеюсь, что все хорошо. Поночевали мы там с тобой в лесах, я помню. Не, ну сейчас будем искать. Находить места. Ну все, смотрим, какое покрытие будет. Какие красивые поля. Так, это мы что, Жираска-то объезжаем, что получается. Доска обрезана, фермы. Дорога пока отличная. Жираска объезжали. Казачий малеванный. Название-то. Там, видите, что-то парамышленность какая-то построена. Но это, видимо, все с сельским хозяйством связано. Так. Второй сельский у нас. Василковский район. Круговое движение. Это уже мы на круговом движении? Да. Такое большое круговое движение. То есть нам просто дубокрямо. Нормально. Мы на выселке. Привет из выселки. Нифига, тут дорожка попортилась резко. Вот это явно картофанчик. Растет. А что у них там молодой картофель уже? Есть. Клево. Так быстро. Не вырастает. На юге-то. Наступ к августу. До Толченко. Так. Куда-то? Въезжаем. Слева районная больница. А что за это все на пункте? Сейчас ты работала. Интересно. Через 300 метров. Круговое движение. Первый взъезд. Все, ну так что потом будет? Где-то четыре. Да? А, это все выселки, ребята. Ох, смотри, какой самолет стоит. Какое утешение? Какое утешение. Первый взъезд. Прикольно. Ракеты какие-то. А, чекреты. она меня бесит даже дали с яндексом операторов других назначали голос в итоге вернулись на лесу не понравилось ничего больше а перестал сныю за скристина там писать агрокомплекс выселковский чё говорит не на камеру причем я хочу сказать интересное вынь теперь всем зрителям интересно стало я потом может расскажу может нет нет никому не рассказывает такой секрет что мне прям пипец как неинтересно стало расскажу секрет да не какой-то секрет агрокомплекс как секрет ладно не буду рассказывать 1 майская всем привет пока дорога ровно отлично трафик небольшой 60 не на 40 так ничего не знаю что мелко антонс напишет и суд без суд без суд да и прочитала без сук мне другой послышал да что там дальше у нас ново-донецкая будет 9 километров упал а как и блестящие снова фермы там кстати тоже ферма на тот блин классно разве это у нас храм свято-троицкий ново-донецкая населенный пункт всем привет и на кладбище ново-донецкую только века дорога также хорошая пока без изменений и сушек направка роснефть делал старый писать 10 40 80 90 до 53 45 но разные видимо старые дотки дорожка временами такая становится как бы вроде щели на заделаны чуть-чуть потряхивает на нормально ездить камера ребята очень много здесь как на 70 так на 90 вот они видите как с солнечными батареями пытаются прямых панаты к намного поэтому быстро не ездите в челбас дорога пока тоже более-менее хорошая так чат бабушки продают клубни и по продают бабушки это абрикосы или персики по сути тут фруктов можно наесться пока ездишь туда на юг потому что на самом юге там сам геленджике все дорого ну как дорого дороже ну как дорого позволяет пассажирам поспать дорога позволяет пассажирам поспать новая рождественская привет всем ограничение 60 так что здесь корма собака кошек не корма производство и реализация корма империал заправка роснефть тихорецкий завод металлических фан инструкций детский садик ласточка где-то магнит в общем все есть тут сетевые магазины и кафешки гостиницы только не видел река челбас ой она большая лично здесь можно было уйти на обход тихорецкая пойму прямо через тихорецкий шои пробую тихорецкая всем привет 1874 года основания пацан и показывает разорваться так через 300 метров круговое движение третий съезд так и хочет меня повернуть самолет здесь так уступаем круговое движение третий съезд послушал я яндекс он завернул потому что он прямо какая-то дорога плохая магазины стошки заправки неподсованные ярусные ты че уже все высполнишь непонятно неудобно неудобно восьм с пром 4840 92 95 53 90 магнит победа победы это то же самое светофор рубль и так далее мимо сальска ростов налево маршрут перестру пиво 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 ходы жизнь быстрый маршрут да ладно все быстрее быстрее квартирные домики даже 200 есть через 300 метров на светофоре поверните налево на октябрьскую улицу хорошо повернем надеюсь алиса не видела что мой голос меняли других зазывали то есть как отправят куда-нибудь опасный участок да ладно прям город поворачиваем на право сальска махачкала это это объездная вы то ребят можете что объездной следовать я решил через тихо рец проехать все поперли поперли дальше так уходим на сальск мы куда мы думали поехать но не решились потому что там дожди идут и сели сходят как в новостях прочитали поэтому гоухом поворачиваем на белую глину ветер сегодня северный кстати и сильно достаточно и горецкая дорога пока ровная хорошая панский всем отсюда водителя раллина поролит раллина рулит дороги без разметки саратов сейчас было настроено яндекс скорее более быстро на маршрут нашла правда сейчас что-то не время ничего не показывает ну посмотрим ладно что якобы из волгограда по восточной восточному берегу реки волги наверх через пугачев быстрее якобы на 6 часов представляете я пока не знаю но я ткнул пускай это будет с долгограда едем там посмотрим что-то как-то настораживает это дело новопокровская всем привет отсюда на лево плоская направо кавказская прямо белая да на на 60 ниц она бобровская опять подсолну просто нефть пока бензин такой же дорогой тот уже лукойл появился фишки так лука наверно еще дороже да да 55 98 52 соответственно спектр настроен хотя ненамного по мишка какой-то памятник автоматика 2023 какая-то новая заправка что-то интересное светофор интерьер кафе бар второй дом е е е е такое название император что-ли там на стопах впереди камера на разметку воины вот есть тротуарчики с двух сторон слева и справа от дороги впереди несколько лежачих полицейских населенного пункта асфальт пока нормальный я полюбил его глину всем привет отсюда везде кровельный центр везде поворот на песчанокопское и на сальск это также хорошая местами местами это легкая трясучка разведенная дорога по трафику вообще спокойная шашлычки экоферма домики пруд да река даже красная паяна в дальнее поле направо в дальней в дальней бойцы все спорят спорят и большие участки бывают машину так вот но в целом дырка нету нам и опять новая дорожка пока ремонтов не встречали сальский район все заехали дорога пока до сих пор хорошая заправка был 95 56 87 90 57 пока еще за полтенец вполне возможно что мы сейчас нам-то в регион приедем а там подорожала ученый сидит у грех он разговаривает но про рацию как без стадия рекламщики которые заполонили 15b канал то есть это был же просто для общения дальнобойщик а сейчас вот одна реклама там претность не пообщаться надо вот сделали бы им рекламу рекламщикам до отдельных каналов кому на то кто заходит то получается это каша прямо волгоград право сальска на право мы идем на волгоград трудовое движение уступаем дорогу заправка метан 2184 вообще метан он редко встреч хотя на метание только по-моему без когда производится больше ничего из новых автомобиль это она сейчас в стопе не производится рупан 2609 так пролетар 25 зимовник и 112 волгоград 371 понимаем и сальска они завод имени путёнова интересное название населенного пункта где-то ткани производят коня не надо заводе заказать могли скакать до садика а в садике это отходами от детей кормить прикинь как дешево все будет другое ну чё поделать машина тоже не дешевая так столовка отель лимонад пятерочка шмидерочка автозапчасти магнит напротив тут все тут устанавливается в общем тут куча всего магнитная цена еще и столошка строится сервис автомагазин навороченный ремонт это на объездной сальска это как-то быстро поезд несется мне кажется маныч второй привет или не быстро не ласточки нет 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 все целом реплина дпс на форус там он ох красивое место приезжаем водоемы что-то как-то это огорожено наш колючей пролокой в пролетарский район блин что так шла шла хорошо а пока пола до 10 капель и все это хотел чтобы дождик был машина от коколечка отмыл но что придется может волкограде помыться хотя фиг знает по пути дожди то в любом случае будет на урале то погода сейчас плохая холодно была жара а в июне все закончилось как обычно то у нас сейчас 28 градусов разогрелось поэтому к волкограду подъезжаем ну как подъезжаем 300 километров до него какая-то бомб всегда жара летом люди рыбачат что-то интересного этих водоемов никто не купается 27 28 градусов эти водоемы явно уже должны прогреться блин вела там зайчик отрели его распяла по дороге вспомни кроликов в парке милые создания теперь представь когда машинка переезжает что случается там наверно звук и все статуя какая-то коня держит ремонты первые непонятным шинели казак первая конная армия непобедимая легендарная литарск всем привет тут новенькая дорожка новенькая черненькая магазин донской улов рыба вялено копченого и живые раки можно купить живого рака одного на панель поставить его ведерочком будет с нами ездить классно же типа живность такая безобидная кормить только его надо так автомасла тут у нас что шиномонтаж автокараван запчасти петрова заправка 95-53 97-90 сельхозрынок в общем тут всего-всего тоже первые и вторые блюда пирожки хот-дог шашлыки аптека нормально а где пролетарство школа не стали мы в этот раз обратным путем через населенные пункты ехать мы устали плюс моральные финансовые потери я тут понес поездочки и как-то и как-то не надо сказать не хочется вот хочется домой столовая но вам не расскажу как ранее сказал секрет кафе уют гостиницы гостиный двор гостиница транзит магнит короче трасса такая вот вроде она не такая оживленная ну по крайней мере сейчас в июне да да но возле дороги прям вот эти населенные пункты у них прям инфраструктура тут богатая что что греха таить богатая все едем дальше первый светофор на ремонт узнает наверно 300 примерно километров от Волгограда тут небольшой участок 320 320 320 Волгограда а так в целом дорога хорошая все так же район зимонец зимовник зимовниковский во фигуришь осторожно работать и роторная косилка дорога по-прежнему хорошая до Волгограда 280 мм прямая машин немного если дорога продлится то это будет один из самых наилучших маршрутов туда на юг ну имеется ввиду по качеству покрытия ну и по скорости перемещения в принципе тут сотку можно свою ехать и норм вдоль железной дороги все вот в зимовнике здесь у нас новая свадьба лежит в зимовниках сразу заправочки кэл кэл что это ж такое не знаю кто только не старой и шел ну шел это по-моему лукойловский бензин 95 и 55 90 10 11 12 47 95 до 50 рублей 50 копеек но не знаю что заправка такая шел то по-любому нормальная остальные неизвестно пишите кто местный друг смотрит нормальный бензин там нет что-то тучи все находит находит но никак не могут что-нибудь начать такую дожденную дождевое хотелось бы дождико небольшого что машину смущал дорогу 34 85 по-моему свободные номера отель вояж шашлык шаурма кафе у богданыча шарма халяль о как это мойка была ну ладно ассорти куры гриль пиво аптека есть пенная морепродукты что только нету отель в общем зимовниках можно перезимовать переночевать сейчас в любом случае вдоль атаки вдоль дороги смотрю куча всяких отелей лукоша есть из заправок еще что там 95 55 56 87 92 50 цена застыла меняется победа магазин дешевый пятерочка яичники яичники ненастоящего с мигалками с номерами плотными раньше не помню чтобы тут столько вентилятора стояло зимовники зимовники пока-пока одна он не крутится сломалась сидим остальные все вроде работают но сегодня ветрено и тут блин фиг сочетаешь если смотреть можно я говорю гипно спасть гашун привет всем из гашуна кафешка за стоянкой сам гашун где-то справа за деревьями ведьма за деревьями видимо дубовский район всем приедут сюда креста все ездят и ездят и касал коровки пасутся в городе 60 ехали я не отставал в городе 60 ехали я не отставал сейчас я его обгоняю прям дело в конечном итоге он меня скорее всего сделает потому что если дорога не будет прямая у него это прямая практически движение налево на Котельниково мы идем туда короче заправки остановимся надо стекло протирать что-то капец мошек этих думали в Самаре остановиться завтра это что у нас 11 тогда завтра но посмотрели погоду на завтра 17 градусов круто прохоже мы домой поедем потому что смысл 17 градусов там делать что-то хотелось то искупаться по набережной погулять а в таком варианте только валенки одевать там гулять значит у нас погода такая же да у нас такая же на Урале на погоду и Волгоградскую область всем привет отсюда сразу Котельниковский район вот не знаю рыбки там купить не купить рискует не рискует копченик и найти бы еще где там этот рынок кстати сейчас есть посмотри рыбный рынок он вроде там немаленький по словам очевидцев хотя фиг знает и Котельниково в сторону юга новая дорожка лежит уже свеженькая готовая к вашему употреблению а мы все-таки однорыбный рынок заедем посмотрим что-то как по ценникам что за рыбка может что-нибудь купим перекусить Котельниково блин все стекло уже этими мошками обделано сейчас на рынке почистимся привет всем из Котельниково что вы говорите рыба у вас там вкусная да сейчас посмотрим где что есть так чуку дают как-то раньше я его не помню видела и не видела этот рынок палатки у дороги рыба икра раки ялка типа все накрыто что ли да нифига прикольно а че они тут тут сидят да да рыба рыба балыка рыба икра балык хм интересно видно что рынок прям возле колобища находится ну да ладно перебаркуемся посмотрим есть ли тут заезд заезд встает 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 не горячей надо а это почему рыба смотри 250 судачок 250 за мальчик 250 он становится 300 рублей рыбец 300 рублей это сула 500 рублей 500 рублей белая рыбка 500 рублей нерва 1200 это 1000 рублей толстовый шурдак по норы здесь вяленая ух есть такая есть крупная есть жирь квадратная а это чё здесь силуэт у вас что ли да подрежешь по хребту и снимаю раз раз вверх все она остается как вот она и кушайте до шкурочки все все побежишь покупать 50 рублей штука получается котлеты и закрыть ну икра как икра дай мне, куснуть ммм ммм вкусно икра как икра не, оно прикольно необычно ммм суховато только все надежды на рыбу ну потом остановимся чё терпелетом не пьеда не поездка эти комфорты лотал но блин ну короче 2 я бы не купил можно ли передал смыть сухие но мне не очень короче мы в объезд приехали саблик котельникова есть хороший наш лек с хорошей кафешкой мы с нами не проедем может поедем не больше рыбный котельный раз не икровая а как раз уровень магазин рыбный рыбцех интересно вот по моему модель со вкусной столов когда вот она гостиницей здесь вкусная столовка мы здесь на чуваке с родителями когда примесь прям все на уровне господи господи но нам у нас рыба есть поэтому и деду думать блин там славы мы его увидим да вот ДПС самолет короче смотрите после котельникова дорога в принципе то котельникова вот мы доехали сам 4 хорошая дорога почти всегда временами нормальная но критического ничего нету и сейчас после котельникова пошла новая то есть сейчас заценим участок от котельникова до Волгограда сейчас как раз в лесок давай в лесок куча здесь лесков до миллион там вообще копейки были а сейчас идет старая дорога она как бы колея промятая но в целом как бы дыр нету пока едем нормально в Волгоградах приближаешься фон жиры прямо от него скорее рыбку мы уже едим блин вкусно тебе как вообще тема а себе проверим что у нас мне нравится я думаю нет надеюсь жандр такой мы едим рыбу а мошки едят нас короче тут куча мошек вот рыбки уже почти ничего не осталось рыбка в принципе вкусная но много горечи в ней много мест горечи потому что ее же не чищали и она на самом деле очень костревая надо осторожнее есть блин над нами какие-то эти истребители летают 500 рублей стоило но по чесноку если я там еще раз буду проезжать я конечно же не куплю уже такое я как бы наелся как бы вроде вкусно но не знаю как то что то не то немного горечь да ну и ладно попробовали классно было бы это самару с собой увезти и там с пивком ее раздавить жигулевскими заводы вот это да вот тема была вот такой участок дороги тут есть ну в принципе 80 90 можно поэтому ехать это уже после Котельникова в сторону Волгограда ну вот эта трясучка в принципе чем там километр наверное поехали посмотрим дальше как будет я так понимаю вот это еще не деланная дорога осталась у них участок ну вот уже другой участок так участок дороги более-менее блин мошек только ребят тут тьма вот только очищаешь все засирается но я правда не очищал потому что меня мошка горит поэтому надо проехать этот участок где они там возле Волгограда их будет меньше я даже не знаю что то выйдет это как то тихо и там очистится дорога наладилась слушайте вот если прислушаться прям слышно как они хрустят об стекло тыщ 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 то есть мошки эти пипец они каждую секунду по несколько влезаются я что-то раньше тут не припомню такого счастья или это июль месяц волшебный для них так здесь дорога уже ровненькая а тут еще одна новая дорога Октябрьский район ведь и новый асфальтик глобально они обновили того что вот я сейчас думаю ехать через Пугачев или нет если ехать через Пугачев то блин ну только ради вас показать вам там дорогу чтобы вы знали сделать вылаз стоит не стоит ехать думаю пока еще сегодня ферма туда не попасть большой участок тут переложили дороги вообще большой стильное движение примерно 170 км до Волгограда стояли на стопоре стекло хоть очистил сейчас посмотрим за сколько она засрется в августе тут еще положат блин километров 10-20 хотя и дальше вот нормальная дорога через километров до Волгограда осталось в дорогах тут сейчас вообще отлично новая дорога идет мы вот думаем где искать место для ночлежки блин здесь мошки они нас победят сидят нафиг за ночь после Волгограда на трассе посмотрите есть ли там мошки понимаешь у нас сетка есть она не поможет тамаров поможет а против мошек нет смотри они идут вообще напролом смотри они вообще вот тут мужчины начинают на мужскую аудиторию тоже работаете да можно я работаю в квартире визитку конечно знатно поезда часто бегают успеть бы проехать только поезд проехал а следующий как в этом время кольцо вернулось читай читай и в 11 часов 30 минут до западного сгоне демиссия Батюка враталась в общем у нас историю читаем про Мамаев Курган пока едем Черное море опасности почитали азовская красная теперь вот про Мамаев Курган наката с солнцем и кстати про Мамаев Курган кто знает почему Мамаев Курган называется мы так поняли из истории что никто не знает то ли Мамаев Курган то ли Мамаев Курган то ли Мамаев Курган который был что там делал ну золотая орда его похоронили вместе с золотыми доспехами якобы на этой вот да хоронение не нашли хотя пытались копать приближаемся к Волгограду дорога хорошая червленая всем привет отсюда ну собственно что ребята скажу до Волгограда осталось копейки доехать сейчас через населенные пункты и вот эта дорога которая от Волгограда через Котельниково-Сальский или на М4 ну либо на Тимошевск без М4 хорошая дорога я ее рекомендую реально вот сегодня мы проехались плохих участок было вообще минимум это вообще мало незначительно нечувствительно но при этом трафик небольшой то есть можно соточку ехать смело да там уже ближе к М4 много населенных пунктов но это ерунда по крайней мере нету потока машины думаю в августе конечно он побольше будет но дороги как я вам показал там делают и там большая часть дорог уже сделана так что я вам показал конечно но делайте выводы сами как ехать вы видели мою дорогу как мы туда ехали после Удмуртии и как мы оттуда едем через Котельниково-Сальск-Волгоград все всем удачи мы сейчас по Волгограду еще поедем так что я вам показал я вам показал Продолжение следует...